Нигде в Барнауле нельзя спокойно провести время, не отмахиваясь от комаров и мошек. Помимо неприятных укусов, комары могут быть переносчиками опасных для человека вирусов, паразитов и бактерий. Это цитаты из петиции от Сергея Бутина, которую, кстати, уже подписали более полутора тысяч человек. К слову, собрать нужно две с половиной. Оставить свой голос за обработку можно на сайте Политсибру. 588 жителей края, чьи дома наиболее серьезно пострадали в первую волну паводка, наконец-то получили федеральные выплаты в размере 100 тысяч рублей. По 50 тысяч выплатили почти 3 тысячам пострадавших, по 10 получили чуть более 18 тысяч человек. Аргументы и факты Алтая сообщают также, что 140 человек обратились с просьбой признать их жилье непригодным для проживания. Решение должна принять межведомственная комиссия региона. В Барнауле продолжают ремонтировать дороги в рамках федерального проекта. Сейчас работы ведутся на 31 участке. К примеру, на Социалистическом улице Карла Маркса, Комсомольском, Ядринцево. Журналисты «Комсомольской правды» Барнаул напоминают, что в этом году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» к краевой столице выделено более 911 миллионов рублей, более 600 миллионов из которых средства федерации. Татьяна Голубева, Наши новости.